Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Сегодня 25 декабря, Рождество. Время, когда европейцы сидят у себя дома или в гостях и празднуют. Ну, собственно, мы тоже не исключение, мы тоже празднуем. Как вы можете заметить, я не у себя дома, но, во-первых, небольшой перерыв бесконечным декабрьским празднованием не повредит, а во-вторых, прямо сейчас происходят события, которые потенциально влияют на здоровье каждого из нас. Поэтому имеет смысл поговорить о них прямо сейчас, до того, как российская часть зрителей пропадет в 10-дневных январских каникулах, которые многие к тому же и продлевают. Но начать это актуальное видео я бы хотела с истории, которая произошла более полувека назад, а именно с истории о воробьях. 12 февраля 1958 года глава китайской компартии Мао Цзэдун подписал указ об уничтожении четырех вредителей – крыс, комаров, мух и воробьев. При этом кампания по уничтожению воробьев стала наиболее массовой. Пропаганда объясняла, что воробьи поедают сельскохозяйственные растения, зерно, нанося огромный ущерб Китайской Народной Республике. По подсчетам Китайского научно-исследовательского института зоологии, за год воробьи съедали столько зерна, что его хватило бы, чтобы покормить 35 миллионов человек. Короче, причины для того, чтобы уничтожить воробьев были очень вескими. За дело взялись с большим энтузиазмом. Миллионы человек, крестьяне, школьники, старики и вообще все, кто угодно, принялись активно уничтожать птиц. Они разоряли воробьиные гнезда, убивали птенцов, разбивали яйца и просто бегали за воробьями и стучали, шумели, били в консервные банки, пугая птиц и не давая им сесть на землю или на ветки деревьев. В результате птицы, утомленные долгим полетом, падали на землю, где их окончательно добивали. Успех компании был невероятный. За несколько месяцев людям удалось уничтожить практически всю популяцию воробьев. В Китае дело было сделано. На первый год даже урожай действительно подрос, хотя и не так сильно, как обещала коммунистическая партия. А вот на следующий год случилась катастрофа. Из-за того, что исчезли воробьи, расплодились гусеницы и саранча, насекомые-вредители, которые прежде съедались воробьями. В отсутствии естественных хищников популяция вредителей стала невероятно разрастаться и очень быстро они съели практически весь урожай. Наступил голод, в результате которого по разным оценкам погибло от 10 до 35 миллионов человек. Казалось бы, какая связь между актуальными событиями, о которых я собираюсь рассказывать, и историей о воробьях из конца 50-х годов? На самом деле связь самая прямая. Как минимум потому, что эти самые актуальные события происходят там же, где и история про воробьев. И в общем по тем же причинам. Наверняка все уже догадались, что мы будем говорить про Китай и его внезапный, практически одномоментный отказ от ковидных мер, от супер жестких ковидных мер, сменивший почти три года политики нулевой толерантности к ковиду. Как и 50 лет назад, в условиях авторитаризма голос разума не слышен и власти действуют максимально импульсивно. Сначала они все закрутили, не считая с дискомфортом миллионов людей и гигантскими потерями для экономики Китая, а потом они приняли решение также резко все ограничения снять. Хотя было совершенно очевидно, что это приведет к катастрофическому количеству жертв. Прежде чем мы перейдем к более подробному рассказу о том, что происходит в Китае и чем это грозит всем нам, хочу традиционно призвать вас, если вам нравятся мои видео, ставьте, пожалуйста, им лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео и, конечно, подписывайтесь на меня на платформах Патреон и Бусти. На Патреоне можно донатить в евро, на Бусти можно донатить в рублях и спасибо большое тем, кто уже это сделал. Ваша поддержка очень важна для меня, потому что мой канал выходит только при помощи ваших донатов. Итак, что же произошло и происходит в Китае? Ну, для тех, кто не следил пристально за ковидными новостями, напомню, что Китай практически в течение трех лет придерживался так называемой политики нулевой толерантности к коронавирусу. Это означало самые жесткие ограничения, призванные, во-первых, не допустить коронавирус в страну, а во-вторых, при любых случаях обнаружения вируса, который все-таки в страну проникал, применялись самые жесткие меры для того, чтобы не дать этому вирусу распространиться. Ну, как-то при обнаружении единственного положительного случая на карантин могли закрывать целые кварталы или даже целые города. Люди должны были тестироваться раз в несколько дней для того, чтобы принимать участие в обычной жизни. Если у человека обнаруживался положительный тест, то он и в том числе его контакты отправлялись в специальные места, где они должны были пережидать болезнь. Люди, которые приезжали в Китай, должны были за свой счет отбывать двухнедельный, потом несколько сокращенный, но тем не менее все равно очень долгий карантин и так далее, и так далее. Все это сопровождалось, конечно, страшным дискомфортом для людей и всякими ужасными историями, вроде выбрасывания домашних животных из окон, когда города как раз закрывали на карантин, и люди просто не могли гулять с животными. Плюс, конечно, потерь для экономики, потому что, ну, никакая экономика не может функционировать в таких условиях, особенно это касается заводов, фабрик, в общем, всего того, на чем Китай во многом построил свое величие. Но по мере того, как ситуация развивалась и у людей кончалось терпение, случилось вообще невероятное для Китая, там стали происходить протесты. Люди выходили на улицы и требовали от властей отменить меры. И вдруг, совершенно неожиданно, власти так и сделали. Они взяли и буквально в один день перешли от политики нулевой толерантности к политике ослабления мер и как бы возвращения к нормальной жизни с идеей того, что сейчас, да, пришел заразный вирус, мы сейчас быстренько все им переболеем, вирус не страшный, и мы вернемся к нормальной доковидной жизни. Все до единого толковые эпидемиологи и вирусологи предупреждали, что так поступать нельзя, что последствия такого решения будут чудовищными. При этом многие сторонники идеи, что КНР все делает правильно, искренне не понимают, почему. Ведь на Западе люди живут с этим коронавирусом уже довольно давно, вот с тем вариантом, который сейчас распространяется в Китае. Это одна из разновидностей омикрона. При этом цифра заражений, ну, как минимум, пока во многих европейских странах гораздо больше, чем то, что случилось в Китае сразу после открытия, после того, как они допустили вирус к распространению, при этом никто не парится, никто не кричит, не выходит на протесты и так далее. Ну, что тут можно сказать? Можно сказать, что этот аргумент — это попытка по незнанию или сознательно использовать довод вне контекста. Люди на Западе, да и вообще во всех других странах, кроме Китая, повально переболели, причем многие не по разу, и или привелись, причем тоже не по разу. В огромном большинстве стран значительная часть населения получила три прививки очень эффективными МРНК-вакцинами, а группы риска также получили и четвертую прививку. В результате во всех странах, кроме Китая, уже тем или иным способом имеется коллективный иммунитет, как против старых вариантов коронавируса, так и против омикрона и многочисленных его разновидностей. То есть все страны, кроме Китая, уже перешли из стадии пандемии в стадию эндемии, то есть в стадию сосуществования с вирусом, который постоянно с нами, который может давать какие-то вспышки, которые, скорее всего, которые, 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 неважно, станут сезонными. В целом можно сравнить, уже теперь можно сравнить ковид с гриппом, хотя он и тяжелее гриппа, но глобально мы уже на Западе и вообще везде, кроме Китая, наблюдаем очень сходную картину. То есть ковид стал еще одной нашей болезнью, которая постоянно с нами и проявляет себя периодически в виде каких-то ожидаемых волн, с которыми здравоохранение вполне может справиться. Почти никакие страны, кроме Китая, всерьез не пытались надолго закрыться, не пускать вирус и отсидеться. Большинство стран использовало либо стратегию повального возражения. Тут мы, конечно, говорим про бедные страны, но большинство развитых и даже многие развивающиеся страны использовали так называемую стратегию сглаживания кривой. Что это такое? Это значит, что мы даем вирусу распространяться для того, чтобы у нас накапливался иммунитет, но применяем разные средства для того, чтобы распространение вируса не было бы слишком стремительным и чтобы пики заболеваемости не оказывались настолько высокими, что системы здравоохранения перестают справляться. Помните, это было во многих странах в начале пандемии, холодильники с трупами на улицах, километровые очереди из скорых в больнице, невозможность в больницу попасть не только с ковидом, но и с инфарктом, потому что не было мест, потому что не было врачей, они все болели, умирали, не могли работать или просто у них не хватало рук. Короче, вот чтобы всего этого не происходило, западные страны и многие развивающиеся страны, они как бы открывались постепенно под прикрытием или закрывались, но оставляли возможности для того, чтобы могла работать экономика, для того, чтобы вирус мог распространяться, не вызывая коллапсы. Очевидно, что это, конечно, не оптимальный путь и у нас плюс было много ошибок, поэтому жертв оказалось больше, чем могло бы быть, если бы правительство слушали ученых, которые, конечно, предупреждали об опасности, но одно было очевидно, закрыть западные демократии нельзя. Не те это страны, где возможно вот так вот закрутить в бараний рог все население и, невзирая на протесты и чудовищный уровень дискомфорта, продвигать вот эту политику полностью не пущать. Плюс, еще один плюс того, что и доказательство того, что стратегия, в общем, была выбрана верно, хотя и реализована, конечно, кривовато, это показательная история с вакцинами. Очень быстро удалось разработать сразу несколько очень эффективных вакцин, ну, конечно, МРНК, вакцины, суперзвезды среди вакцин. Быстро удалось привить хотя бы какую-то значимую часть населения, защитить таким образом группы риска от тяжелого течения и сбавить распространение вируса, потому что вакцины, особенно первое время после вакцинации и с ранними штаммами довольно хорошо останавливали передачу вируса. С омикроном это уже не совсем так, но к моменту прихода омикрона уже был коллективный иммунитет, полученный безопасным путем на фоне вакцин. Плюс появились лекарства, которые помогали снизить риск смерти в случае тяжелого течения, появились протоколы лечения, которые сейчас используются во всех западных больницах для того, чтобы, если человек попадает в больницу и в реанимацию, снизить вероятность плохих последствий. Кроме того, появились противовирусные препараты, которые применяются на ранней стадии заболевания. Ну, в первую очередь, конечно, это паксловит, препарат, который, если его принять быстро, не дает вирусу размножиться до такого количества, когда иммунная система начинает неадекватно реагировать, запускает тот самый цитокиновый шторм, который приводит к плохим последствиям и к реанимации. Кроме того, на Западе активно применяются моноклональные антитела, их приходится подкручивать и менять по мере эволюции вируса, но, тем не менее, этот метод пассивной иммунизации, он защищает людей, у которых есть риск, что их собственная иммунная система не справится и не сможет выработать быстро достаточное количество эффективных антител, мы как бы им даем эти антитела извне. Короче, на Западе сейчас уже есть большой арсенал, который позволяет сосуществовать с вирусом и не бояться, что даже сезонная волна коронавируса, а мы, в общем, не сомневаемся, что он будет сезонным, таким же, как грипп. Почему это так, я рассказывала в предыдущих видео, ссылку я оставлю в описании к этому видео. Короче, у нас, в общем, нет больших сомнений, что мы сможем справиться с волнами коронавируса, учитывая весь тот арсенал средств и знания, которые мы накопили за годы пандемии, и коллективный иммунитет, конечно же, который сам по себе является таким очень мощным инструментом от бесконтрольного распространения вируса и тяжелого поражения, который вирус может нанести. Китай с самого начала выбрал другой путь. Вместо стратегии сглаживания кривой была выбрана та самая стратегия нулевой толерантности, идея которой закрыться и не пущать. И поначалу это даже работало, если вы помните, в 2020 году, когда в Европе бушевали довольно тяжелые коронавирусные волны, в Китае люди спокойно, ну относительно спокойно ходили по улицам, там вообще не было случаев заражения, короче, казалось, что как будто бы там коронавируса нету. Все это прекрасно работало до появления новых вариантов коронавируса, которые оказались гораздо более заразными, чем ранние версии коронавируса. Ну, стало очевидно, что эта стратегия не может работать уже тогда, когда появилась дельта. На самом деле, до нее еще была альфа, тоже заразный штамм, но он так имел довольно локальное хождение. А вот с дельтой уже стало очевидно, что вирус мутирует в сторону ухода от иммунитета, в сторону повышения заразности. И уже тогда было ясно, что сдерживаться не получится. Собственно, это было видно и по статистике. До дельты количество заражений в Китае либо вообще отсутствовало, либо был каким-то штучным. С появлением дельты новых случаев становилось все больше и больше. Стали как раз применяться эти меры по закрытию опять кварталов и высиживанию, пока все там вот, кто проконтактировал с больным, не переболеют. С омикроном стало понятно, что это просто не работает. Омикрон можно сравнить, да, с водой, которая всегда дырочку найдет. Как ты не закрывайся, он все равно туда проникнет, даже если ты будешь самые-самые жесткие меры применять. Но ведь Китай такой не один, возразят мне внимательные зрителей. Ведь есть другие страны, которые тоже выбрали стратегию закрыться. Ну, например, Австралия или Новая Зеландия, которые в силу географической изолированности тоже могли себе позволить закрыться и не пущать. Все так. Австралия, Новая Зеландия и еще ряд других стран, там Вьетнам какой-нибудь, они пытались действовать так же. Но была одна разница. В то время, когда они закрылись и не пущали, как только появились вакцины, они немедленно запустили кампанию по вакцинации и привили огромный процент населения, то есть 97-98%, 95% уж это такие минимальные цифры. А после еще и сделали всем людям бустер, когда стало ясно, что особенно с новыми вариантами для того, чтобы обеспечивать индивидуальную коллективную защиту, нам нужно три прививки. Эти прививки дают нам защиту, как мы уже говорили, от тяжелого течения, смерти и от коллапса больниц, потому что меньше людей заболевает, меньше людей развивает тяжелые симптомы, меньше людей умирает. Но Китай тоже привил свое население, скажут мне. Более того, официальные цифры по привитости в Китае уровня вакцинированности это 87,9%. Да, все так. Китай привил, но все-таки не совсем так привил, как в той же Австралии или Новой Зеландии. Во-первых, статистике авторитарных стран стоит доверять с большой осторожностью. Во-вторых, даже если мы скажем, окей, мы верим этой статистике, 87,9% для омикрона это мало. Омикрон это очень заразный вирус, существуют формулы, расчеты, по которым можно понять, какая доля людей должна быть вакцинирована для того, чтобы коллективный иммунитет мешал распространению вируса. И в случае омикрона эта цифра больше, чем 87,9%, она за 90%. Более того, люди, которые привиты в Китае, они привиты очень давно, и более 40% из тех, кто привит, не получили бустер. Даже с очень эффективными МРНК-вакцинами мы знаем, что без бустера, хотя индивидуальная защита и сохраняется для коллективного иммунитета и для индивидуальной защиты групп риска, нам нужна еще одна прививка. Это МРНК-вакцины. В Китае МРНК-вакцин нет. Они пытались разрабатывать МРНК-вакцины, но у них не получилось. В этом нет ничего удивительного. На Западе тоже очень долго не получалось сделать МРНК-вакцины. Эта технология, принципы ее понятны уже довольно давно, но много лет ученые не могли решить проблему, как же упаковать то, что, собственно, вызывает иммунный ответ в вакцине для того, чтобы доставка была эффективной. Я подробно рассказывала про принципы упаковки и доставки в ранних видео. Посмотрите у меня на канале, и я оставлю, опять же, ссылки в описании к этому видео. Здесь мы не будем на этом останавливаться. Коротко скажу, что долгое время не получалось эффективно упаковать МРНК-вакцину для того, чтобы она доставлялась и работала в организме, а не в пробирке. Но буквально за несколько лет до пандемии эту проблему удалось решить, и это позволило в течение года разработать сразу две эффективные МРНК-вакцины. Китай тоже пытался, но у него не получилось, и большая часть населения Китая привита двумя вакцинами китайскими, обе из которых относятся к типу инактивированных вакцин. То есть представляют собой вирусные частицы, убитые при помощи химического воздействия. В России тоже была такая вакцина, Ковивак. Другие страны тоже пытались разрабатывать, другие компании. В общем, опыт полевой, то есть на людях, и не только на людях, показал, что против коронавируса эти вакцины неэффективны. То есть мы имеем недопривитое население, не получившее бустер. Если они получили бустер, то это было сделано очень давно, и привитые они тоже были очень давно, и это все сделано неэффективными вакцинами. Еще один уже четвертый, пятый фактор риска — это то, что все это в первую очередь относится еще и к людям пожилого возраста. В Китае, так же, как и в России, врачи любят объяснять пожилым, что ой-ой-ой, вакцина — это какая-то непонятная штука, у вас всякие проблемы со здоровьем, не надо бы вам рисковать и вакцинироваться. Поэтому основной процент тех, кто либо вообще не получил вакцины, либо как минимум не получил бустер — это пожилые, то есть основная группа риска в случае коронавируса, то есть именно те, кто будут попадать в больницы, в палаты реанимации и создавать коллапс медицины. Учитывая все это, даже китайские ученые, еще до того, как политика нулевой терпимости сменилась на внезапное открытие, предсказывали, что в больницах, если открыться, триаж будет сохраняться многие недели. Триаж — это ситуация, когда врачи не могут спасти всех, кто попадает к ним, и вынуждены решать, кому оказывать помощь, а кого, грубо говоря, отправить домой умирать, просто потому что нет врачей, нет палат, нет лекарств и так далее. Ну и разумеется, чем старше человек, тем больше у него сопутствующих заболеваний, тем выше риск, что его не будут лечить и отправят умирать. И вот эта ситуация триажа, ну то есть фактический коллапс здравоохранения, должна длиться в Китае, по всем предсказаниям, много-много недель. Ситуацию усугубляет, казалось бы, куда хуже, и тем не менее можно отсутствие пакславида. В Китае пакславида нет, там велись переговоры, но они ни к чему пока не привели. И в целом довольно плохой уровень медицины по сравнению уж как минимум с западными странами. В общем, что говорить о пакславиде, сейчас уже просачиваются сообщения там от корреспондентов западных, которые живут в Китае, от каких-то людей, которые передают сообщения за границы Китая, что о каком пакславиде мы говорим, что в китайских аптеках нет обычных жаропонижающих, потому что люди, естественно, узнав о том, что политика партии поменялась, и теперь партия не заботится о тех, кто заболел, а уж болейте, как у вас получится, мы как можно быстрее должны вернуться к нормальной жизни. Бросились в аптеки скупать всякие жаропонижающие, средства против боли, и сейчас китайская пресса, например, гордо рапортует о том, что в некоторых аптеках, вот самоотверженные аптекари теперь бесплатно выдают население эти таблетки, например, 6 таблеток аспирина в неделю, потому что больше просто нет. Плюс уже появились сообщения об отказах печени в результате либо бесконтрольного приема, ну скажем, парцетамола, который в общем токсичен для печени, если принимать его много, либо от приема каких-то непонятных травок из китайской медицины, потому что там она очень популярна в Китае, а естественно все эти препараты не проходят совершенно такого тестирования, как нормальное лекарство, поэтому люди в ужасе пытаясь как-то справиться с симптомами ковида, потому что несмотря на уверение китайской прессы, в общем, люди понимают, что ковид не самая приятная болезнь, короче, люди уже чего-то такое едят, что приводит к отказу печени. То есть в результате стратегия, выбранная китайскими властями, получился максимально нелепой. Сначала мы максимально долго сохраняем неиммунное население только для того, чтобы потом запустить туда вирус и дать ему бесконтрольно расползаться. Я совершенно сейчас не преувеличиваю и не очерняю идея, официальная идея именно такова. В газетах, в медиа, которые контролируются государством, транслируется идея, что омикрон, ну если использовать российскую аналогию, не страшнее гриппа, сейчас мы тут вот все быстренько переболеем и вернемся к нормальной жизни. И, собственно, государственные медиа и чиновники рапортуют про, в общем-то, не очень похожие на реальность цифры 37 миллионов человек, заражающихся за день. И при этом сообщается о нуле смертей от коронавируса. Ну, с последним, наверное, никто не сомневается, что это ложь, но и первая цифра про 37 миллионов тоже вызывает большие вопросы. Скорее всего, как говорят многие эксперты, эта цифра получена не из реальных данных, потому что реальные данные получить сложно. После того, как Китай снял ограничения, люди перестали фактически тестироваться, во-первых, потому что и тестов стал не достать, и плюс потому что власти перестали требовать обязательного тестирования там всех контактов, всех заболевших и так далее. Поэтому мы просто не знаем, сколько на самом деле людей болеет, потому что люди не сообщают о том, что они болеют. И эксперты полагают, что вот эта цифра в 37 миллионов могла быть получена просто экстраполяцией, причем с очень странными цифрами инфекционности вируса. Она явно завышена для того, чтобы получить такое большое количество заболевших за маленький срок и небольшим инфекционным периодом, то есть периодом заражений. Но опять же скажу, что это все только домыслы. Откуда взялась эта цифра, мы не знаем, но понятно уже, что она на фактах основана довольно слабо. Стоп-стоп-стоп, скажут мне, зачем Китаю преувеличивать количество заболевших? Скорее логично предположить, что он будет преуменьшать количество заболевших. Китай преуменьшал или преуменьшал бы количество заболевших, если бы он продолжал держать ограничения и уверять, что это очень эффективная политика, которая позволяет не пускать вирус в страну. Сейчас у нас одномоментно политика поменялась, вектор теперь смотрит совсем в другую сторону, и идея в том, что мы быстренько переболеем и вернемся к нормальной жизни. Отсюда можно предположить, что цифры по заболевшим будут преувеличиваться для того, чтобы люди думали, что осталось совсем чуть-чуть, немножечко подождать, вот эту тяжелую ситуацию перетерпеть, и мы вернемся к доковидному образу жизни. То есть идея преуменьшения — это попытка выдать ситуацию за более лучшее, чем она есть на самом деле, и сказать, что ущерб от всего происходящего будет длиться не так долго и будет меньше, чем вам сейчас кажется. Отдельно имеет смысл поговорить о летальности коронавируса. Как мы уже говорили, многие люди говорят, что омикрон — это не страшно, это вообще легкий вариант коронавируса, поэтому чего тут все паникуют? Неважно, сколько там народов в Китае болеют, все равно это легкая простуда, то есть ничего страшного не будет. Ну вот давайте остановимся поподробнее на том, что такое патогенность вируса и как вообще ее определить. Ну и тезис первой. Чистую патогенность омикрона сейчас определить уже очень сложно, если в принципе возможно. Почему? Ну просто потому, что для того, чтобы определить чистую патогенность, надо взять людей, которые никогда не болели коронавирусом, не прививались, условно заразить их омикроном, посмотреть, что произойдет, причем это должно быть какое-то большое количество людей, потому что у нас летальность со всеми средствами порядка одного процента. Хорошо, если мы не будем их лечить, она будет повыше, но все равно надо заразить сотни и тысячи людей. И для группы сравнения нам нужно иметь те же сотни и тысячи людей, которые заразятся старыми вариантами коронавируса. Ну это у нас как раз есть, тогда была неиммунная популяция, и после этого мы сравним количество смертей в этих двух группах. Ну очевидным образом сделать это невозможно, потому что на Западе уже огромное количество людей, собственно, наверное почти 100% людей в том или ином виде встречались с вирусом. Либо они вакцинировались, либо переболели, либо и то и другое. Причем многие люди, которые утверждают, что они никогда не болели, они, конечно, антивакцинаторы и не прививались, они встречались с вирусом. Вирус не в 100% случаях вызывает симптомную болезнь. Если там, скажем, доля вируса была маленькая или контакт был недолгий, то, например, местный иммунитет может справиться или болезнь не перейдет в симптомную стадию, то есть ваш иммунитет заборет коронавирус, выработает антитела до того, как у вас разовьются такие заметные симптомы. Поэтому в любом случае набрать достаточно большую группу неимунных людей, по-настоящему неимунных людей для того, чтобы посмотреть чистую патогенность омикрона уже невозможно. Из этого следует еще один факт, что очень существенный вклад в наблюдаемую легкость болезни, вызванной омикроном, вкладывает именно это иммунитет. То есть мы сейчас заболеваем и болеем омикроном легко, потому что до этого мы, скажем, болели дельтой или получили три прививки МРНК вакцинами. У нас есть иммунитет, и мы не болеем тяжело. Это и есть работа иммунитета, работа вакцин или работа естественного иммунитета, если вы переболели на фоне вакцинации или без вакцинации. Поэтому иммикрон и все другие варианты вируса, у которых нет каких-то явных способов вызывать патогенную реакцию при заражении, вся эта легкость объясняется в первую очередь иммунитетом. Но если мы посмотрим на исследования на культурах клеток и на мышах, например, то мы увидим на других экспериментальных животных, что не все омикроны однородны. Омикрон сейчас у нас господствующий штамп на Земле, но он уже, конечно, дал миллион потомков разных вариантов, которые уже, в общем, довольно сильно от исходного омикрона отличаются. И отличаются они в том числе и по патогенности. Например, был такой вариант где-то с полгодика назад, он там был распространен в других странах, BA5.2, который, как было показано, любил поражать легкие и вызывать там образование синцитиев. Если помните такое страшное слово, это слияние отдельных клеток, которое способствует, ну, в частности, более легкому распространению вируса, а значит, более выраженной патогенности. По синцитию исследования такие они с разным качеством, но тем не менее ясно, что если эта штуковина есть, то она ничего хорошего нам не сулит. И вроде бы как BA5.2, он очень склонен к образованию синцитиев. В Китае, по тем данным, которые у нас есть, по тем данным, какие же штаммы есть в Китае, мы видим там именно этот штамп. Поэтому далеко не факт, что в Китае будет легкий вариант омикрона. Может быть, действительно, омикрон чистая патогенность его меньше, но у другого штамма какого-то омикрона она может быть и не такой уж маленькой. Поэтому вот так вот просто с плеча говорить, что так как я болею на Западе, который уже третий раз заболеваю коронавирусом и переношу его легко, это совсем не то же самое, что человек из Китая, который никогда с этим коронавирусом не встречался, для него встреча с легким омикроном может привести к вполне себе тяжелым последствиям, просто потому что у него нет иммунитета. Это все абстрактные рассуждения скажут мне, хорошо бы получить какие-нибудь цифры. У нас есть кое-какие цифры, на которые мы можем посмотреть. Откуда эти цифры? Ну, например, из данных о недавней шанхайской вспышке коронавируса. Там довольно хорошо все посчитано, потому что тогда еще были всякие меры и все, в общем, там очень четко считалось, и сколько заболело, сколько имело тяжелые симптомы, сколько умерло. Если мы, конечно, верим этой статистике, но чего нет, того нет, это знание о том, правдивая она или нет, поэтому будем использовать эти цифры. Итак, по тем данным, которые у нас есть, тяжелые симптомы развелись у 0,27% заболевших и всего умерло 0,09% от всех людей, которые заразились. В пересчете на Китай, где большой процент, как мы уже говорили, непривитых, в том числе непривитых стариков и стариков, не получивших бустер, это будет означать не менее 2 миллионов тяжелых случаев и не менее 800 тысяч смертей. Для сравнения, во всей Германии с начала пандемии умерло от коронавируса 160 тысяч человек. В России, правда, умерло больше миллиона, но, тем не менее, эти цифры оказались все-таки растянутыми, то есть это произошло не за несколько месяцев, а все-таки за год. Если учесть, что в Китае сейчас допускается вот такое бесконтрольное распространение вируса и у людей нет совсем никакого иммунитета, можно предполагать, что цифры окажутся еще и больше из-за триажа и из-за коллапса здравоохранения. И, кстати, цифры по Шанхаю получены по итогам вспышки, которую вызвал штамм БА2, то есть тот, который не дает тяжелого течения и не поражает легкие. Поэтому, если предположить, что в Китае может начать распространяться штамм, который дает более тяжелые симптомы, эти цифры могут оказаться существенно выше того, что мы с вами сейчас посчитали. Короче, как ни крути, ничего хорошего в Китае сейчас не происходит. Как и не может происходить, если вместо взвешенной и поступательной политики использовать метание, особенно в ситуации, когда мы говорим о борьбе с вирусом. В истории с воробьями, с которой начиналось это видео, в результате Китаю пришлось экспортировать их из Советского Союза. В нынешней ситуации, кстати, такой вариант развития тоже возможен. Только экспортировать надо будет не воробьев, а вакцины, а именно МРНК-вакцины. Ну, очевидно, что этот вариант представляется наиболее логичным. Надо быстро привить все население, ну, хотя бы одной дозой эффективных МРНК-вакцин для того, чтобы снизить как общее распространение вируса, так и тяжесть последствий, в первую очередь, для групп риска, с которой, конечно, надо начинать вакцинацию. Это, конечно, звучит неплохо, и Китай, в общем, даже вроде собирается там своими вакцинами кого-то заново прививать или там первую дозу, кто не привит. Но все эти варианты требуют одного, чего сейчас у Китая нет, а именно времени. Для того, чтобы привить вакцинами даже теми, которые есть в наличии, все равно нужно время, ну, чисто логистически. Для того, чтобы люди пришли в поликлиники или там в те пункты вакцинации, которые будут развернуты на местах, привились, и после этого, как мы все помним, да, те самые пресловутые две недели, две-три недели, в течение которых иммунитет, ну, как раз успевает, наладить производство хотя бы сколько-то эффективных антител. Если, как сейчас в Китае, резко отпустить вирус в целиком неиммунную популяцию и никак не сдерживать его распространение, он распространится и нанесет ущерб до того, как эта кампания по вакцинации хотя бы будет запущена. В случае МРНК-вакцин, конечно, это все выглядит еще более нереальным. Просто, во-первых, нету вот сейчас в наличии такого количества вакцин, чтобы подарить их Китаю, чтобы они могли быстро всех привить. Ну, и плюс, опять же, возникают все те же логистические сложности. Другой вариант выхода из сложившейся ситуации – это ничего не делать, а ну, что делать? Судьба, да, кому не повезло, тот, значит, умерет от ковида или из-за коллапса больницы. То есть человек, например, не без ковида, а с инфарктом, например, да, или с инсультом, или после автомобильной аварии, ну, просто не попадет в больницу, потому что мест не будет. Ну, что делать? Партия коммунистическая может себе позволить вот эти сотни тысяч жертв, зато потом можно будет доложить, как быстро и хорошо, не то, что Запад этот глупый, который, значит, два года барахтался, мы вышли из ситуации пандемии и вернулись к доковидному образу жизни. Ну, на самом деле, это крайне варианты. Есть другие возможности, которые обсуждаются в плане того, как облегчить прохождение вируса в Китае, то есть заражение всех людей в Китае вирусом, а именно это по факту должно произойти. Мы должны так или иначе дать всем людям в Китае приобрести иммунитет. Так как вакцин хороших у нас нет, то, ну, конечно, основной вариант будет заражение, к сожалению, это самый плохой из возможных вариантов, и обсуждается такой, как бы, сдерживающий вариант, то есть давать переболеть, но при этом либо наладить производство, либо как-то поставки, осуществлять экстренные в Китае, поксловида, того самого противовирусного препарата, который, если дать его на ранних стадиях, то есть при первых, фактически после того, как вы получили положительный тест, у вас еще симптомов может не быть, это вообще идеальная ситуация, принять его курсом, он радикально снижает вероятность того, что вирус размножится в вас настолько, что вызовет тяжелое течение. Это, конечно, интересный вариант. Интересен он прежде всего тем, что он крайне опасен для всех нас, для людей, которые живут вне Китая. Почему? А потому, что вирус вырабатывает устойчивость не только к нашим собственным антителам, но и ко всяким препаратам, которые мы используем для того, чтобы этот вирус убить. Сейчас поксловид фактически является таким единственным очень эффективным противовирусным препаратом против коронавируса. Но если начать применять его в гигантской популяции, полтора миллиарда человек в Китае, и учесть, что, скорее всего, значительная часть людей, которые будут получать этот препарат, будут принимать его слишком поздно, недостаточно долго, с неправильными интервалами, то есть пропускать дни или пить его один день или два дня вместо положенных пяти, то очень быстро вирус приобретет устойчивость к этому препарату. Потому что такой неправильный прием позволяет выживать тем вирусам, которые в результате случайных мутаций оказываются чуть более устойчивы к препарату, чем другие вирусы. А так как мы пили, например, препарат недостаточно долго, именно эти вирусы передались следующему человеку. В нем они снова получили мутации. Предположим, этот человек тоже два дня вместо пяти типа принимал пакславид, значит, опять выжили те, кто был чуть более устойчив к пакславиду, чем его предки, их предки, и они передались дальше, потому что мы пили пакславид недостаточно или соблюдали слишком большие интервалы, при этом не сидели дома, например, и так далее. Короче, вот такой вот бесконтрольный, беспорядочный прием препаратов, прямой путь к развитию устойчивости, а учитывая, сколько людей в Китае, вероятность, конечно, развития устойчивости становится уже очень-очень высокой. Без пакславидной ситуация на Западе тоже сразу перестанет быть такой уж радужной, ну, если можно назвать радужной, то ситуацию по ковиду, которая есть на Западе, короче, станет сильно тяжелее, потому что те пожилые люди, которые сейчас не попадают в больницы, потому что вовремя принимают пакславид, если они будут заражаться вирусом, который к пакславиду устойчив, они будут попадать в больницы, И, соответственно, у нас увеличится нагрузка на здравоохранение. А вот сейчас прямо мы видим, в одном из недавних видео я рассказывала, что у нас и сейчас и так, уго-го, какая нагрузка из-за эпидемии простудных вирусов, РСВИ в первую очередь, гриппа, но и всех остальных тоже. И так у нас сейчас большая нагрузка, еще только ковида нам до кучи и не хватало. Кроме того, история с Покславидом, сценарий с развитием устойчивости к Покславиду, не единственный сценарий, когда распространение бесконтрольного вируса в Китае может быть вредно для других стран. Полтора миллиарда неимунных людей, ну, хорошо, чуть меньше и с каким-то остаточным иммунитетом, но, тем не менее, это очень большая база, очень большие возможности для вируса распространяться и изменяться. И, как мы помним, потому что происходило вне Китая за три года пандемии, после того, как большое количество людей приобретает иммунитет к коронавирусу, чем он начинает заниматься? Ну, начинает вырабатывать мутации, которые позволяют ему уходить от иммунитета. Первое время в Китае вряд ли будет давление отбора в эту сторону, потому что у людей нет иммунитета к омикрону, у них есть какие-то старые прививки на основе старых вариантов, то есть, наверное, поначалу давление отбора в эту сторону будет не слишком сильным, но по мере того, как все больше людей будут переболевать, давление отбора в эту сторону, то есть сторону ухода уже от антител против омикрона будет усиливаться. И значит, рано или поздно, мы это видели, коронавирус наш не упускает таких возможностей, появятся варианты, которые будут устойчивы к тем антителам, которые наши организмы вырабатывают при встрече с омикроном, с теми его версиями, которые будут в Китае распространяться. Ну, плюс он будет мутировать, поэтому там какие-то свои версии появятся, которые уже сами даже по себе могут заражать людей на Западе, потому что они будут не похожи на те версии, с которыми знакома наша западная иммунная система. Короче, когда у нас есть так много людей без иммунитета, и вирус ничего не сдерживает от распространения, последствия могут быть самые неприятные, и мы видели, что коронавирус, то его качество, которое сильно удивило многих, собственно, всех вирусологов, это его способность к изменениям. А, как мы уже поняли, закрыться от вируса не получится. И если такие новые, отличные, сильно отличные от омикрона версии появятся, то защититься от них на Западе, просто как-то закрывшись и не пуская самолета из Китая, будет невозможно. При этом что-то сделать с Китаем, как-то повлиять на него для того, чтобы он изменил свою политику, вообще говоря, нельзя. Мы видели, что люди пытались влиять на Китай в самом начале пандемии, когда было непонятно, откуда взялся вирус, и люди пытались расследовать это, и Китай четко сказал, что нет, ребят, мы больше никого не пустим, и на этом мы закрыли все разговоры об этом. И Китай, в общем, не раз показывал, что в таких ситуациях, как он говорит, так и будет, и никаких способов изменить точку зрения Китая давлением извне не существует. Так что на данный момент нам остается только наблюдать за эволюцией вируса, потому что, безусловно, он, конечно, начнет эволюционировать в Китае, хотя и это, кстати, тоже затруднено без сотрудничества со стороны китайских властей, китайских медиков, пока что тут не видно его, ну, потому что без этого, например, просто китайские медики могут не выкладывать в общие базы секвенсы, то есть последовательность тех вирусов, которые распространяются в Китае, мы просто не будем знать, в какую сторону он изменяется. Если мы будем знать, то мы можем, ну, попытаться не то что предсказать, а хотя бы вовремя увидеть те изменения, которые могут выглядеть опасными и могут означать уже неприятности для людей не только в Китае, но и за его пределами. Но чтобы в Рождество не заканчивать видео на такой негативной ноте, можно сказать, что в будущем этот невиданный по масштабам китайский эксперимент на людях, разумеется, войдет во все учебники по эпидемиологии. Хотелось бы сказать, что в этом смысле все те сотни тысяч людей, которые умрут, умрут не совсем напрасно, но у меня нет уверенности, что это будет так, и что они действительно умрут не напрасно, и что следующая эпидемия, возможная эпидемия, очень вероятная эпидемия, которая у нас случится, не будет отработана так же криво и косо, а в некоторых случаях и чудовищно, как и эпидемия коронавируса. И нет уверенности, что однажды все не кончится так, как все закончилось в фильме «Не смотри наверх». Если вы вдруг этот фильм не смотрели, обязательно посмотрите. Сейчас у нас конец года, смена годов, как раз тот период, когда все невольно задумываются о будущем. А в этом фильме показан, кажется, самый реалистичный сценарий развития примерно любой проблемной ситуации и того, как в этой ситуации проблемно действует человечество. Ну, с чем, с таким сценарием я всех нас и поздравляю. Теперь точно все. Перед тем, как я окончательно с вами попрощаюсь, хочу призвать вас, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня на платформах Boosty и Patreon. Большое спасибо тем, кто уже подписался. Я очень ценю вашу поддержку. С наступающими вас праздниками. Не болейте, берегите себя. Пока и хорошего дня.